Юрий Алексеевич Редькин, он будет один, будет проводить опять клинический разбор больного с диабетической нефропатией. Как всегда, мне кажется, это очень познавательно, очень интересно. Ну и главная форма такая, подача материала, мне представляется очень важной. Пожалуйста, Юрий Алексеевич, Вам слово. Спасибо, Павел Андреевич. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне, как всегда, очень приятно присутствовать на заседании Московского городского научного общества терапевтов. Это действительно всегда очень хороший подбор лекций, сообщений, клинических разборов. И мне очень приятно также, что вот эта вот форма клинических разборов, она все чаще и чаще появляется на этих заседаниях, потому что, наверное, лучше всего усвоить какую-то тему можно, когда это конкретный пациент, который разбирается тем, кто делает сообщение. Поэтому вот сегодня мы с Вами поговорим о диабетической нефропатии. И это будет один пациент. Это пациент, который до сих пор наблюдается в нашей клинике. Мы его наблюдаем уже больше 10 лет. И вот что с ним произошло за эти боли, до этого такой длительный срок, мне сегодня и хотелось Вам рассказать. Итак, начнем с того, что, да, я уже сказал, что пациент наблюдается нами более 10 лет, но последняя госпитализация, она все еще идет. То есть этот пациент все еще у нас. Ну и вот это май 2021 года он поступил, поступил с такими жалобами. Это периодическая сухость во рту, жажда, учащенная, обильная мочеиспускание. Понятно, что у пациента сахарный диабет первого типа. И, естественно, вот эта первая группа жалоб, это специфические жалобы для сахарного диабета. Но обратите также внимание, что это не постоянные жалобы у него, а периодические. То есть периодически эти жалобы отсутствуют. А все остальные жалобы уже характерны для осложнений сахарного диабета. Ну и это осложнение со стороны зрения. Вы из анамнеза потом увидите, что у него такой длительный анамнез и диабетической ретинопатии, и других осложнений. Ну вот, следующая жалоба, это снижение остроты зрения, потеря зрения на правом глазу, ухудшение зрения на левом глазу и периодическое возникновение кровавых таких пятен в левом глазу. Далее он жалуется на отеки ног, боли в нижних конечностях, снижение чувствительности нижних конечностей, полное отсутствие чувствительности в левой ноге от стопы до голени, изменение походки и хромоту на левую ногу, мышечную слабость в ногах. Здесь у него имеется диабетическая ретинопатия, причем это не только классическая форма диабетическая дистальная сенсомоторная нейропатия, а также еще и диабетическая мононейропатия, как раз вот эта левая нога, которая хромает. Ну и у него еще другие осложнения, висцеральные, это склонность к запорам, эта жалоба есть. Ну и за последнее время он похудел на 7 килограмм с 65 до 58 килограмм, потом причину мы с вами увидим. Ну и также не специфические общие жалобы, это слабость и повышенная утомляемость. То есть вы видите, что спектр жалоб у него очень-очень такой обильный, и это пока только то, на что он жалуется. На самом деле осложнений и поводов для жалоб у него намного больше. Что интересно знать из его анамнеза? Сахарный диабет у него с двухлетнего возраста, То есть он выявлен в 93 году, пациент 91 года рождения, и болеет он диабетом 27 лет. Так вот, с чего все началось? Со слов матери, после прививки от паратита, ребенок стал себя вести как бы необычно. Плохо прикладывался к груди, был вялый, ну то есть вот мама сказала ухудшение самочувствия. И при лабораторном обследовании в биохимическом анализе крови выявлено повышение уровня глюкозы крови до 16 миллимоль на литр. Вот с этого момента у него был установлен диагноз сахарный диабет первого типа и назначена инсулинотерапия. Естественно, ни названий, ни доз препаратов он не помнит. И поскольку терапия в общем неоднократно менялась эндокринологами различными по месту жительства. Он, что еще интересно, да, что где-то в пубертате у него появились частые кетоацидатические состояния. То есть это где-то с 11-12 летнего возраста. И вот в 2003 году, в 2004, 2006, 2007 годах он был госпитализирован в отделении реанимации по месту жительства в кетоацидатическом состоянии. Причем, ну причины он назвать затрудняется, с чем это было связано. Но в общем-то ретроспективно можно подумать, что действительно в пубертате могут быть проблемы с компенсацией сахарного диабета. Ну и далее, забегая вперед, могу также сказать, что, к сожалению, хорошей компенсацией сахарного диабета, вот тех целевых значений, о которых мы с вами уже многократно говорили, к сожалению, у него достигнуто не было. Я потом покажу уровни гликированного гемоглобина по годам. В 2017 году он госпитализирован в отделении эндокринологии манекин. На самом деле он у нас наблюдается и в нашем отделении госпитализируется с 2010 года. И та информация, которая будет дальше представлена, она отражает все эти годы, это реальные анализы этого пациента. Но вот в 2017 году, это уже история, так скажем, диабетической нефропатии, да. То есть это буквально где-то 4 года назад он госпитализирован к нам в отделении и была скорректирована инсулинотерапия. Это вот там, где мы можем увидеть дозу инсулина. Смотрите, да, у него было два вида инсулина, продленный и инсулин короткого действия. Инсулина продленного действия было 25 единиц и инсулина глолизина было где-то около 30 единиц в сутки. И выписан он в состоянии таком удовлетворительном. А уже в 2018 году, обратите внимание на динамику доз инсулинотерапии. Он лежал не у нас, а в эндокринологическом научном центре. И там уже началось снижение доз инсулина. Вот обратите внимание, что продленный инсулин был 18 единиц в сутки. А инсулин короткого действия, это ультракороткий инсулин, где-то не более 25 единиц перед основными приемами пищи. С чем это связано, я тоже чуть-чуть попозже скажу. И мне просто хотелось, чтобы вы обратили на это внимание. Ну и в дальнейшем, уже с 2018 года, он наблюдался и у нас, и у эндокринолога по месту жительства. В феврале 2020 года, это предпоследняя госпитализация, он опять к нам госпитализирован с декомпенсацией сахарного диабета. Причем колебания уровня глюкозы и крови отмечались от 4 до 30-31. Мы провели заново его обучение подсчета углеводов по системе хлебных единиц, по технике инъекций, по ротации мест инъекций, про частую смену игл и так далее, и так далее, и так далее. Инсулинотерапия была также немножко скорректирована, но дозы оставались приблизительно на одних и тех же значениях, то есть приблизительно те же дозы, которые я уже озвучил. Ну и на фоне вот такой терапии были достигнуты целевые значения, и он выписал под наблюдение уже эндокринолога по месту жительства. И уже вот на текущую госпитализацию, да, оказалось, когда он поступил, что до мая 2021 года, то есть в течение года, инсулинотерапия практически не корректировалась, и уровень глюкозы крови был выше целевых значений. И вот именно за этот год он снизил массу тела на 7 килограмм. И обращаем внимание, что доза детемира, это инсулин средней продолжительности действия, составляла около 20 единиц. Помните, последняя доза препарата длительного действия, суточного действия, была где-то в районе 22 единиц. Сейчас 18-22. Сейчас это при поступлении 20 единиц. И, соответственно, снизилась потребность в инсулине все-таки действительно у этого пациента. И размах колебаний сахара от 2,3 до 30. Обратите внимание, что у него появились легкие гипогликемические состояния каждый день. Причем при уровне глюкозы крови уже менее 7, он ощущал такой уровень глюкозы крови, как гипогликемическую реакцию. То есть он четко описывал это как гипогликемия. То есть слабость, потливость, головокружение. И вот эти состояния, они корректировались с сахаром или соком. С чем это связано? Это так называемая относительная гипогликемия. То есть когда пациент привыкает к более высокому уровню глюкозы крови, то снижение глюкозы крови даже до 7 может вызывать такие ощущения, как будто это гипогликемические реакции. И более того, на фоне диабетической нефропатии, которая имеется у пациента, и я покажу динамику анализов, да, всегда резко падает потребность в инсулине. Дело в том, что инсулин у здорового человека перерабатывается с помощью фермента, который называется инсулиназа. Этот фермент выделяется в почках. При диабетической нефропатии инсулиназы прекращают или резко снижают свое выделение, и в итоге инсулин в крови циркулирует достаточно длительное время, и, соответственно, резко падает потребность в инсулине. Вот это характерная ситуация для диабетической нефропатии. Об этом нужно помнить всегда. И, кстати, именно поэтому пациенты перевели с инсулиносуточного действия на инсулины 12-часового действия, потому что, каля инсулин 12-часовой базальный, да, его легче контролировать и легче вовремя снизить дозу, учитывая вот эту резко возросшую потребность в инсулине. Об этом мы должны всегда помнить, когда говорим о пациентах с диабетической нефропатии. Что еще интересного у него было в анамнезе? Это анамнез по поводу зрения, да. Вообще, ретинопатия, осложнение со стороны глаз, у него выявлено, ну вот на нашем веку, то, что мы видели, да. Впервые у нас поставили этот диагноз в 2010 году. То есть, ему было, получается, 20 лет. В октябре 2016 года, и обратите внимание, что это была первая стадия непролиферативная еще ретинопатия. Но уже в октябре 2016 года пациент госпитализирован, опять же таки, к нам в офтальмологическое отделение. И там уже по поводу пролиферативной ретинопатии, то есть прошло 5 лет, ну 6 почти, да. И, соответственно, у него уже пролиферативная ретинопатия. И был введен препарат, который называется Афлиберцепт. Этот препарат влияет на индивидуальные факторы роста сосудов. То есть он улучшает течение диаптической пролиферативной ретинопатии. Через 2 года, в апреле 2018 года, он лечился в МНТК имени Федорова. В связи уже с отслойкой сетчатки обоих глаз. И там была проведена ревизия витриальной полости и лазерная коагуляция сосудов и даже силиконовая тампонада. В апреле 2019 года опять была проведена там же, в МНТК Федорова, микроинвазивная ревизия витриальной полости. И удаление вот этого силикона, который был введен во время силиконовой тампонады. В феврале 2020 года он осмотрен нашим офтальмологом и диагноз был уже такой. Пролиферативная диабетическая ретинопатия обоих глаз. Терминальная стадия на правом глазу. Набухающая катаракта. Отслойка сетчатки суботрофея глазного яблока правого глаза. То есть там произошла практически полная отслойка сетчатки. А вот на левом глазу уже стадия стабилизации вследствие витректомии, лазерной коагуляции. И соответственно вот на момент поступления в феврале у него было появление вот этих кровавых пятен в левой глазу. То есть в глазе. Соответственно вот эта вот отслойка она была, к сожалению, в ходу. Но забегая вперед, сейчас это состояние по поводу ретинопатии стабилизировалось. Что касается диабетической нейропатии, то боли вот эти характерные для диабета, жгущего характера в стопах, они отмечались 2010 года и уже тогда назначался дулоксетин. Правда, пациент его не принимал. Ну что еще интересно, что вот эти боли в ногах, они приняли вот такой затяжной и достаточно сильный характер. В связи с чем у него развилась депрессия. Ну я уже говорил, для тех, кто не знает, у нас в отделении работает психиатр-эндокринолог. И соответственно, уже в 2013 году у него был диагностирован затяжной депрессивный эпизод. И рекомендован был прием препаратов. И в 2013 году он также консультирован был психиатром в связи с тем же... Это был 2013 год, да. А в 2020 году также он консультирован. Это уже было неврозоподобное эндогенное заболевание с дефицитарными изменениями личности. Надо сказать, что вот эти болевые симптомы, да, при болевой форме нейропатии, они действительно нередко вызывают вот такие депрессивные эпизоды. Но правда, потом присоединилось еще множество осложнений, которые, к сожалению, привели вот к таким неврозоподобным эндогенным заболеваниям с дефицитарными изменениями личности. Поэтому вот об этом тоже мы помним и назначаем препараты с помощью нашего психиатра. Ну и, наконец, вот то, о чем мы сегодня с вами говорим, это диабетическая нефропатия. Она диагностирована также с июля 2010 года. Опять это возраст где-то 20 лет. Обращаю внимание на возраст пациента. Ну вот одна из предпоследних консультаций нефролога. Это диагноз ХБП уже С4А3. Обратите внимание, скорость клубочковой фильтрации уже в 2020 году. В январе была 25,8. Креатинин в мае 2021 года, это перед госпитализацией к нам, был 392 микромоль на литр. И скорость клубочковой фильтрации уже 17. Но, правда, надо отметить, что генез нефропатии у него не только диабетический, а еще и вследствие хронического пилонефрита. И, кстати, при сахарном диабете генез нефропатии часто бывает смешанным. Вот вы видите, что у него в анамнезе с 2011 года хронический пилонефрит. И надо сказать, что и в 2011 году, и в 2012 году, и в последующие годы он уже отмечал выраженные отеки ног до верхней трети бедер. И неоднократно был госпитализирован в ЦРБ по месту жительства, где проводилась антибиотикотерапия по поводу хронического пилонефрита. Ну и до сих пор, собственно, при каждом практически поступлении к нам, мы выявляем обострение хронического пилонефрита и проводим соответствующее лечение. И еще одно замечание. В 2017 году он был госпитализирован по скорой в стационар по месту жительства уже впервые вот с таким резко повышенным артериальным давлением. 170 и 110 оно было и даже было подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения, которое не подтвердилось. Было проведено МСКТ и данных за острый мозговой синдром, острое нарушение мозгового кровообращения получено не было. Ну и вот на время госпитализации он давление не контролировал сам. И представьте себе, что последний раз, вот при поступлении его спросили, когда он измерял последний раз давление, это было год назад и давлением было 130 и 100 миллиметров тутного столба. Постоянно принимал саталол и гидрохлорид 40 миллиграмм утром. Причем саталол назначили не по поводу повышения артериального давления, а по поводу диабетической автономной нейропатии, тахикардии, которая была у пациента. У нас в отделении проведено обследование. Вот что обращает внимание? Я не буду проводить весь спектр обследований, потому что это действительно очень много. Ну вот провели, например, ультразвук органов брюшной полости. И получены ультразвуковые признаки уменьшения размеров желчного пузыря с первыми визикальными изменениями. Даже заподозрили острый некалькулезный холецистит, который не подтвердился. У пациента имелись диффузные изменения печени и гепатомигалия. Также были диффузные изменения поджелудочной железы, почки, свободная жидкость в брюшной полости и затрудненная перфузия кровотока на уровне паренхемы почек. Но почки, обращаю ваше внимание, увеличены не были. Даже при ультразвуковом исследовании. Также была проведена рентгенография органов грудной клетки. И на рентгенограмме выявили расширение сердца в поперечнике и свободные синусы, то есть жидкости в легких синусах не было. Его проконсультировал кардиолог и поставлен был диагноз дилетационной кардиомиопатии. Это одно из осложнений действительно сахарного диабета. Возможно, была выявлена недостаточность трикоспедального клапана, метрального клапана и легочного клапана. Ну и плюс еще бисфосцикулярная блокада. ХСМ-3 со сниженной фракцией выброса. Фракция выброса была 44%. И, соответственно, четвертая функционального класса по НИХА. Легочная гипертензия. ХБП уже С5А3, да, и с СКФ 16 мл в минуту. Ну и, соответственно, пролиферативная диабетическая ретинопатия и так далее. И уже здесь добавлены к терапии бисопролол, валсартан, форосимид. Ну и, поскольку был выявлен еще и повышенный уровень мочевой кислоты, алопуринол и в качестве протектора амепрозол. И таким образом диагноз был сформулирован вот следующим образом. Мы с вами видим у этого пациента, ну, практически все осложнения, которые могут быть у пациента с сахарным диабетом. Ну, кроме самого диабета, да, мы видим пролиферативную ретинопатию обоих глаз. Мы видим нефропатию, уже ХБП-С5, то есть это требует диализа, я чуть попозже расшифрую. Нейропатия и сенсомоторная, и автономная, в том числе и урогенитальная форма, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим полный спектр осложнений. Ну, и вот мне бы хотелось также обратить ваше внимание на динамику показателя углеводного обмена. Вот казалось бы, да, смотрите, у этого пациента очень интересное развитие осложнений. Да, где-то до приблизительно 20 лет у него осложнения или не было, или они были в легкой форме, то есть начальные. Но начиная с 20-летнего возраста все осложнения начали резко прогрессировать. И вот обратите внимание, начиная с 2010 года, вот его уровни гликированного гемоглобина. Это 10-й год, 12-й, 13-й, 16-й, 17-й, 20-й и сейчас 21-й. И мы с вами видим, что целевых-то значений уровня гликированного гемоглобина у него не было никогда. То есть у него диабет практически всегда был декомпенсирован. Ну вот сейчас, да, мы достигли уровня 9,4 гликированного, но это больше связано, наверное, не с компенсацией сахарного диабета, а с участившимися гипогликемическими реакциями на фоне диабетической нефропатии, на фоне ХБП. Ну и вот, что это за пациент. Вы видите, да, что он небольшого роста, у него дефицит массы тела, и вот так, как он выглядит, это не теперешняя фотография. Это фотография более чем 10-летней давности. И мы видим здесь типичный синдром Набикур. Что это такое? Это задержка полового и физического развития, гепатомигалия и дислепидемия. Есть еще синдром Мариака, но это то же самое, но только если есть избыток веса. Вот здесь есть дефицит, и такой синдром называется синдром Набикура. То есть вот такой синдром бывает при тяжелой длительной декомпенсации сахарного диабета. Ну и вот давайте посмотрим его показатели функции почек. Мы видим уровни креатинина, уровни скорости клубочковой фильтрации и уровни протеинурии, это граммы в сутки. Ну и вот мы с вами видим, что вот за более чем 10-летний период уровень креатинина неуклонно повышался. Вот сейчас он уже 400. Уровень скорости клубочковой фильтрации резко снижался постепенно, да. Мы это тоже четко видим. Ну и естественно нарастала протеинурия у этого пациента. Правда, когда мы берем вот протеинурию, там еще есть обострение хронического пилонефрита. Поэтому, конечно, эти показатели, к этим показателям надо относиться, ну скажем так, несколько осторожно. То есть мы с вами видим резкое ухудшение функции почек вот за этот период, пока он у нас наблюдается. То есть если уже на фоне декомпенсированного диабета, да, началось снижение функции почек, то, к сожалению, оно быстро достаточно прогрессирует. Ну и его вот с этими показателями уже посмотрел нефролог, уже сейчас у нас. И, соответственно, вы видите опять диагноз. И он добавил консервативную терапию. Это имеется в виду кетостерил и хофитол. И на сегодня он готов к заместительной почечной терапии в плановом порядке. То есть у него будет вот буквально на днях формирование артериоленозной фистолы и начало проведения диализа. Ну, на сегодня поставили подключичный катетер. Ну, решается вопрос, стоит его ставить, вернее, или не стоит. И, соответственно, диализ может начаться достаточно еще более рано. Так вот, каковы же особенности этого пациента? Вот, к сожалению, конечно, картина, ну, может быть, даже несколько фатальная. Но вот в чем особенность, почему я хотел рассказать вам про этого пациента? Ну, во-первых, как вы видели, практически все осложнения, и в том числе нефропатия, у него стала развиваться уже в более старшем возрасте. А болеет он, напомню, диабетом с двухлетнего возраста. Так вот, по данным исследований оказалось, что диабетическая ретинопатия, она у детей с сахарным диабетом первого типа младше 10 лет практически не развивается. И если мы видим нефропатию у ребенка младше 10-летнего возраста с диабетом, да, то надо искать сопутствующую причину. То есть, это, скорее всего, не диабетическая нефропатия, а еще какие-то заболевания почек. Но вот у него пилонефрит начался в более позднем возрасте, поэтому, пока он был, скажем так, ребенком, у него не развивалась диабетическая нефропатия. Протеинурия обычно появляется через 8-10 лет от начала диабета первого типа. У него же, да, она появилась, ну, буквально, если диабет с двухлетнего возраста, а выявлена нефропатия в 2010 году, то есть это где-то более 15 лет от начала диабета первого типа. То есть здесь он как бы почти уложился вот в это классическое течение нефропатии. И для диабетической нефропатии характерно постепенное нарастание протеинурии и снижение СКФ. Я не зря вам показал вот этот графикс повышения креатинина и снижения скорости клубочковой фильтрации и повышения протеинурии. Вот для нефропатии диабетической характерно именно очень такое длительное изменение. Если же вы видите у пациента какое-то очень быстро произошедшее там снижение креатинина, скорости клубочковой фильтрации, повышение протеинурии, то здесь надо искать причину нефротического синдрома какую-то другую. Скорее всего, не связанную с сахарным диабетом. Ну и вот я не стал приводить его анализ мочи, но в принципе для диабетической нефропатии характерно наличие скудного мочевого осадка и отсутствие гематурии и лейкоцитурии, что у него и было вне периода обострения хронического пилонефрита. Если вы видите у пациента лейкоцитурию, тем более зеленистые цилиндры в моче, то ищем другую патологию. В частности, вот у этого пациента хронический пилонефрит и лейкоцитурия с небольшой гематурией появлялась только в периоды обострения хронического пилонефрита. Я не зря показал вам ультразвуковое исследование почек. Мы с вами увидели, что увеличения почек там не было. То есть почка была как бы нормальных размеров, она была не большая, не маленькая. Поэтому при диабетической нефропатии, как правило, почка нормальных размеров или увеличивается в объеме. И причем это всегда симметричное поражение. Я говорю это к тому, что если вдруг у пациента выявлено наличие сморщенной почки, например, на стадии ХПН, или какое-то асимметричное поражение почек, то опять ищем другую патологию. Ну и, наконец, я не зря сделал акцент у этого пациента на наличие других осложнений. Вы видели, да, что у него и ретинопатия тяжелая, и нейропатия, причем не только дистальная, а автономные формы, кардиальная, урофурологическая форма. Вот это характерно для нефропатии. Если у пациента с диабетом вы видите, что тяжесть осложнений не коррелирует с наличием осложнений, то есть нефропатия есть, а другие осложнения либо в легкой форме, либо вообще отсутствуют, то опять нужно искать другую патологию почек. Ну и еще одна проблема, о которой я уже начал говорить, которая возникает у наших пациентов с диабетом, это частые гипогликемические реакции на фоне инсулинотерапии. Именно поэтому на фоне хронической почечной недостаточности резко падает потребность в инсулине и учащаются гипогликемические реакции. Поэтому самоконтроль при диабетической нефропатии должен быть более частым. То есть это точно не менее 4 раз в день. И, конечно, такой самоконтроль должен быть обязательно при любом ухудшении состояния пациента. Дело в том, что со временем эти пациенты могут прекратить ощущать гипогликемические реакции. То есть гипогликемия может произойти без каких-либо клинических симптомов или при нехарактерных для гипогликемии вообще симптомах. Поэтому любое какое-то ухудшение состояния обязательно требует измерения уровня глюкозы крови. И вот здесь нам помогают глюкометры, ну и наш с вами любимый глюкометр Contour Plus One, интеллектуальный глюкометр, который интеллектуален в том, что у него есть специальное приложение Contour Diabetes, которое находится в телефоне. Это любой телефон, это может быть Android, может быть Apple. И глюкометр взаимодействует с телефоном. Есть специальное облако, которое позволяет хранить все данные пациента. Ну и соответственно у таких пациентов опасность гипогликемии приводит к более частому самоконтролю. Более того, глюкометр имеет так называемую умную подсветку. Вот здесь тоже очень важно. Особенно при нефропатии. Почему? Потому что в этот глюкометр можно ввести целевые значения глюкозы крови. И естественно при частых гипогликемиях пациентам с нефропатией мы ставим более высокие целевые значения. И соответственно, если глюкометр измеряет глюкозу крови, он сразу показывает цветом какие целевые значения. То есть пациенту не нужно запоминать эти целевые значения. И вот если порт горит зеленым цветом, то это целевые значения. Если выше целевых, то желтым. Если ниже, то красным. То есть пациент будет уже при измерении, даже не видя самого значения, видеть в целевых значениях находится его уровень глюкозы крови или нет. И соответственно принимать меры по предотвращению гипогликемических реакций. Вот это очень и очень важно при диаптической нефропатии. Ну и также имеет глюкометр технологию второй шанс. Это возможность добавить дополнительную капельку крови на ту же тест-полоску в течение одной минуты. То есть это ведет к тому, что полоски экономятся. И я уже говорил, что по данным некоторых исследований, экономия в год может составить 7-8 тысяч рублей. Как вы понимаете, на эту сумму можно купить еще много достаточно тест-полосок. Ну и также глюкометр имеет функцию удаленного контроля, что тоже очень важно, потому что эту функцию можно предоставить родственникам. То есть родственники будут видеть дистанционно, какой уровень глюкозы крови у пациента. Ну или врачом. У меня нарастает буквально когорта пациентов, которые пользуются этим глюкометром и которые предоставили мне право отслеживать уровень глюкозы крови. Но вот это показания не этого пациента, к сожалению. У него он не использовал этот глюкометр. Но тем не менее, вот в его случае-то как раз, наверное, было бы очень удобно отслеживать его показания дистанционно, чтобы опять-таки предотвращать вот эти гипогликемические реакции. Поэтому самоконтроль при нефропатии – это особенно важно. Ну и еще одно замечание в заключении, что инсулинотерапия при уже наличии диализа, то есть какой прогноз у этого пациента? Конечно, это диализ. И, конечно, это сохранение инсулинотерапии. Тут никуда не деться. Но вот здесь есть еще одна особенность, что дозы инсулина в день диализа и в дни между диализом, они абсолютно разные. И вам, наверное, как терапевтам нужно помнить, что дни с диализом – это совершенно пониженные другие дозы инсулина, а дни между диализами пациент возвращается к своим обычным дозам инсулинотерапии. Вот такой режим введения инсулина должен соблюдаться всеми пациентами на диализе. Итак, я на сегодня рассказал вам о пациенте с диабетической нефропатией. Если есть у вас вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо за внимание.